Итак, мы начали. Уже прошло пять лекций из цикла «История литературной критики». Если первые две лекции были вводные, они были очень интересны, Наталья Тигранова замечательно рассказывала о критике зарубежной, то следующие три лекции были, наверное, посвящены самому активному периоду становления критики литературной в России. Первая лекция – это лекция Ивинского, прекрасная лекция о том, как вообще критика в России становилась. Лекция была посвящена XVIII веку, начала XIX века, до конца Пушкинского современника. И мне показалось, что только ради одной этой лекции можно было сделать весь курс, потому что я, например, узнал из нее очень многое, и вы тоже очень много узнаете, когда посмотрите ее. Каждую неделю будут выходить новые лекции. Подписывайтесь, ставьте лайки, но главное – посмотрите лекцию, она совершенно необыкновенна. Итак, начнем. Существует довольно жесткий такой, крайне редко обсуждаемый, но неотменимый критерий оценки историко-филологического исследования. Если вы обсуждаете явление, которое не упоминается прямо и недвусмысленно в имеющихся в вашем распоряжении источников, то это означает, что вы занимаетесь фикцией. И в какой-то момент начинаете неизбежно рассуждать о спасительной пользе фикций. Русскую литературную критику, которую я сегодня намерен обсуждать именно как историк литературы, для которого нет смысла в данных на все времена, а есть история бытования в разное время, в разных средах, в разных культурных пространствах, ну, разного рода понятий, которые в конце концов складываются в некоторый образ этой литературной критики. При том, что даже в пределах одного и того же культурного контекста слово «критика» может пониматься по-разному, и в этом одна из основных проблем. Первое, о чем я хотел бы напомнить, заключается в том, что литературная критика не могла возникнуть раньше литературы, а представление о последней, более или менее соответствующее современному, закрепилось в русском литературном сознании только в 1770-е годы, или даже позже, то есть во времена Екатерины II. Повсеместное же распространение этого понятия осуществилось еще позднее, уже в Александровское царствование. Посмотрим же, в какую систему включалось понятие литературной критики. Я хочу сейчас назвать один, на первый взгляд, довольно странный источник. Сейчас мы поймем, почему странный. Это небольшая книжка, изданная в 1831 году. Виноват, в 1832. Все-таки подглядывание приносит свою пользу. Шпаргалка – вещь важная. Называется книжка «Опыт теории словесных наук». Имя автора на титульном листе не указано, но он известен. Это малоизвестный персонаж с крайне редким именем, отчеством и редкой фамилией. Иван Иванович Иванов. Он священник, протоиерей русской православной церкви. И важен он мне здесь не потому, что он протоиерей, а потому, что он получил соответствующее церковное образование, которое оформилось где-то на рубеже веков. И то, что он пишет, он пишет как бы не от себя. Он пишет о том, чему его некогда научили. Чему же его научили? Прежде всего, этот Иван Иванович Иванов начинает рассуждать не о том, что для всех для нас невероятно важны правила, а он начинает говорить о том, что ключевым понятием для тех, кто занимается так или иначе литературной критикой, является вкус. Употребление вкуса, цитирую, или приложение его к изящным произведениям, вкус в теснейшем разуме практический, есть критика. Вот так он готов поставить знак равенства между критикой и вкусом. И далее дает что-то вроде определения. Критика есть суд, производимый по закону, основанному на существе вещи, надумственным творением, с тем намерением, чтобы истинные красоты отличить от ложных, а через сие познать свойства писателя и утвердить начало правил для изящных произведений. И вот дальше он разграничивает виды критики, что для нас это существенно. Как бы одна критика, как бы истинная с его точки зрения, это та, которая занимается божественными писаниями. Это священная критика в его терминологии и принадлежит она, цитируя, богословскому учению. А вторая критика занимается сочинениями человеческими, называется просто критикой и входит в состав науксловесных, конец цитаты. Соответствующим образом, эта вторая критика для него, это главным образом то, что называют рецензией. Слово тоже как минимум двусмысленное, потому что в традиционной филологии, позволю себе напомнить, рецензия – это критический анализ того текста, который предъявил орбит-орбитекстолог. А второе значение, в котором он употребляет это слово «помня» о первом, это то, к чему мы более или менее привыкли. Когда замечаешь отношения мыслей в каком-либо произведении заключающихся к законам истины, нравственности и так далее, и тому подобное. Эту последнюю критику он делит на древнейшую и новейшую. Древняя критика для него – это филология. Новейшая критика – нечто другое. это попытка связать актуальное представление о вкусе с данным текстом и вынести некоторое суждение о том, каким образом в произведении, которое почему-либо заинтересовала критика, воплощены законы истинного вкуса. Но та и другая критика, продолжает он, должны рассмотреть, что содержится в сочинении или сущные сочинения, то есть мысли. Второе – как изложена сия материя или внешний образ сочинения? Слова. Третье – отчего и для чего такое внутреннее и внешнее свойство или начало слов и мыслей – дух писателя. Итак, мысли, слова, дух сочинения и дух писателя в конечном счете. Второй текст, о котором я скажу столь же коротко, представляет совершенно другую культурную среду. Это одно из первых сочинений Дмитрия Алексеевича Милютина. Того самого Милютина, который станет военным министром при Александре II, прославится своим дневником, мемуарами, в частности, а не только военной реформой. В 1831 году, ему 15 лет, он еще не окончил благородный пансион при вполне еще императорском московском университете и печатает небольшую книжку «Опыт литературного словаря». Здесь он разъясняет, что… И, может быть, я позволю себе сейчас что-то нарисовать, что словесность разделяется. Итак, есть некое общее понятие, да, словесность. Она разделяется на теоретическую и практическую. Я надеюсь, что мне простят эти недописанные слова. Практической научает чтение. Итак, чтение, читаем, разбор, то есть какой-то анализ текста, неважно сейчас, как он ее понимает, и история литературы от чтения к анализу и к историю литературы. Вот что такое, с его точки зрения, вот эта практическая критика. Что такое теоретическое? Это грамматика, далее, рядом с грамматикой, что у нас? Риторика, правила языка, правила красноречия, и пиитика или поэтика, то есть правила для стихотворных произведений. Сверх того, к общей теории красноречия, то есть вот этого, вот риторики, предлагается общая дисциплина, эстетика. Вот полная система, из которой исходят люди пушкинской эпохи. В принципе, то, о чем пишет этот юный 15-летний, ну почти 16-летний Милютин, не противоречит тому, о чем нам только что поведал священник Иван Иванович Иванов. Но здесь, как бы, общепонятная, по-настоящему простая, по крайней мере, на первый взгляд, схема, которая отражает, ну, некий высший уровень школьного образования. Как бы вот такая картинка. Теперь мы можем отступить, это я хочу тоже прочесть, на один год. назад еще, как бы разматывая ленту повествования в обратном порядке, в 1830-й. И некто, Александр Сергеевич Пушкин, оставляет неизвестно для кого предназначавшийся небольшой набросок, который обычно печатается под редакторским заглавием о критике. Это совсем небольшой текст, и я позволю себе его огласить. критика, наука открывает красоты и недостатки в произведениях искусства и литературы. Ну, вроде бы ничего нового мы не услышали. Дальше. Она основана на совершенном знании правил. Оказывается, Пушкин, как бы наш романтик, который так не любит правила, а любит, например, Шекспира, а вовсе не священник Иванов, которому полагалось бы заниматься чем-то подобным, начинает рассуждать о правилах, по крайней мере, в первую очередь. На совершенном знании правил я продолжил статую, какими руководствуется художник или писатель в своем произведении. В другом месте и по другому случаю он скажет, что судить писателя нужно по тем законам, которые он сам над собой поставил. На глубоком продолжаю изучение образцов и на деятельном наблюдении современных замечательных явлений. Не говоря о беспристрастии, ну, замечательных явлений в области словесности, естественно. Не говоря о беспристрастии, кто в кристике руководствуется чем бы то ни было, кроме чистой любви к искусству, тот уже не сходит в толпу, рабски управляемую низкими корыстными побуждениями. Где нет любви к искусству, там нет и критики. Я думаю, что кое-что бросилось в глаза. Перед нами что-то вроде сверхкраткого конспекта того, что позднее назовут эстетикой чистого искусства. Любовь к искусству у нас на первом плане. Дальше включается общепонятная тема поэт и толпа. И в эту схему противодействия, противостояния, в эту модель противостояния поэт и толпы включается критик. Далее нам напоминает о знаточестве и возвращаемся к изучению образцов. Своего рода комментариям к этому пушкинскому тексту может служить, отступаем еще на этот раз на много шагов назад, статья Василия Андреевича Жуковского, которая называется «О критике», была напечатана в журнале «Вестник Европы» в 1809 году. И здесь говорится нечто неожиданное. «Критик», пишет Жуковский, «не должен претендовать на некоторую неучтивость, которая заключается или заключалась бы в стремлении быть законодателем мнений». Это неучтиво. Ты обращаешься к людям своего круга. Ты не можешь их поучать. И с какой стати они должны выслушивать твои поучения? Вот это в подтексте. «Предлагайте мысли свои», я продолжаю эту стату, «не думая, чтобы они были неопровержимы». Правда, что каждый читатель есть сам по себе критик, ибо он думает и судит о том, что читает. Следует ли из этого, чтобы критика была бесполезна? И дальше Жуковский говорит о двух родах читателей. Одни, закрывая прочтенными книгу, остаются с темным и весьма беспорядочным о ней мнением. Другие читают, мыслят, чувствуют, замечают прекрасно и видят погрешности. И в голове их остается порядочное, полное понятие о том, что они читали. Для первых, благоразумная критика полезна, бывает, тем, что она может служить ориадненную нитью их рассудку и чувству. Другим доставляет она случай сравнивать собственные понятия с чужими, более или менее основательными. Вот модель Жуковского. Я, прошу прощения, я не предупредил, что не оговариваю купюры в цитатах, которые я делаю просто из экономии времени. Но, поскольку я называю свои источники, любой может, даже не сходя с места, вооружившись бесовской машинкой подручной, обратиться к первоисточнику. Когда же впервые ставится вопрос о критике, как именно и в чем отличие пушкинской эпохи, если оно есть, от того, что было ранее. Я думаю, что мы вправе теперь уже переместиться в 18-е столетие и заняться кое-чем из того, что происходило в 1769 году. А в 1769 году имело место довольно специфическое, ибо организованное сверху, литературная революция, которая заключалась в том, что по мановению волшебной палочки, она же длань императрицы Екатерины II, в России возникла литературная журналистика. Сначала появился журнал, ну, как считается именно Екатерины, «Всякая-всячина», который она сама называла «Пробабкую русских журналов», а затем появились на свет разнообразные внуки оной прабабки. Как бы журнал «И то, и сё», журнал «И то, не сё», ну, конечно, журналы, издававшиеся Николаем Ивановичем Новиковым, сначала «Трутинь», потом «Не менее легендарный живописец», потом «Кошелёк пустомеля» и так далее, и тому подобное. Много было этих журналов. Но критика вот специальным образом обсуждалась крайне редко. И из того материала, который доставляет нам, как бы, ну, «Всякая-всячина» Екатерининская, я хотел бы прочесть всего несколько слов. Но они важны. В теперешнем положении наук у нас, ну, судя по всему, государь не переоценивает уровень наших наук. Мы думаем, что гораздо нужнее поощрение сочинителям, переводчикам и молодым людям, коим посвящают себя наукам, нежели строгая критика. Значит, обратим внимание, само понятие критика необычайно широко, оно распространяется на науке вообще, а не только на изящную словесу, на науку поэзии, артс-поэтика, как тогда кто-то предпочитал выражаться. Несколько излишних предлогов, одно или два выражения, коим уж и не привыкли, и кое-что следствие перевода, еще недовольны для доказательства, что целый перевод не соответствует желанию трудящегося. Кажется, вот впервые в русской истории возникла эта формулировка, столь знакомая тем, кто успел поукрашать собой советский период, как бы желание трудящихся. Чтобы удовольствовать другими глазами, смотрящие на представление публику. Мелкие пороки находятся в совершеннейших совершеннейших сочинениях, но и общее, чем более будет переводов и сочинений, тем более будем иметь надежды получить со временем лучшее, а быть может и совершеннейшее. И последняя фраза, наиболее важная. Башни не строят, начиная сверху, но напротив того, снизу, и так сначала построим литературу, а потом будем надеяться, что у нас появится критика. Вот постановка вопроса как бы августейшего писателя, который прекрасно знает, что происходит в литературном мире. И вполне способен мягко воздействовать на литературное пространство, определенным образом направляя усилия журналистов, литераторов, переводчиков и так далее и тому подобное. Но 18 век знает и другие литературные революции, более ранние и позднейшие, к краткому обзору которых я сейчас и позволю себе перейти, имея в виду, что первоначально, вот это я хотел бы зафиксировать, когда специально, первоначально речь могла идти только о более-менее специальной академической филологической критике. Именно ее культивировал, например, Василий Кирилл-Стрядяковский, одна из ключевых фигур в моем рассказе, ну, по крайней мере, в рамках заявленной темы. Он составил полное руководство по стихосложению, но это не памятник литературной критики, да? Это что-то вроде стиховеческого трактата или учебника. Я имею в виду новый краткий способ сложения российских стихов, революционный, 1735 года, который затем был в неузнаваемо переработанном виде, перепечатанном в 1752-м и до конца столетия оставался, ну, как бы, важнейшим источником для тех, кто хотел приобрести познание в области русского стихосложения. То есть, здесь же оказывается, в одном же ряду с Трядяковским, оказывается, Антиох Дмитриевич Кантемир, пытавшийся в письме Харитона Макентина, ну, простейший анаграмма, Харитон Макентин, Антиох Кантемир, да, как-то спорить с Трядяковским, отстаивая преимущество силабики, определенным образом понимаемой, перед силаботоникой, которую стремился утвердить в русской культуре Трядяковский. В этом же ряду неизбежно оказывается Ломоносов, который, уточнив детали соответствующей реформе стиха в знаменитом письме о правилах российского стихотворства, 1739-й, обратился к проблеме церковнославянского языкового наследия. Статья о пользе книг церковных в российском языке, 58-й. Так вот, Трядяковский, оставаясь филологом по преимуществу и не догадываясь о том, что он мог бы стать литературным критикам, создает трактаты, посвященные основным жанрам о де эпической поэме, ну, рассуждения о боде вообще, как бы, я бы назвал здесь предизъяснение о героической пииме, которое послушало предисловием к Телемахиде. Он пишет о поэзии как таковой, статья о начале поэзии и стихов вообще, и вторая статья о нынешней пользе гражданства о поэзии. Вот это последнее, ну, приближается уже, ну, к более или менее свободной манере критики 19 века, но только приближается. Это все еще другое. Он пишет о языке, речь о чистоте российского языка, но это просто речь, произнесенная в собрании Академии наук. И именно с 1730 года, ну, собственно, год первой главной литературной революции в России, когда появился из печати перевод романа Поля Талемана «Езда в остров любви», осуществленный Тридиковским, начинается новая русская литература. Мало того, что это был первый русский аллегорический роман, обусловивший очень многое в русской литературе, вплоть до романов Хираскова, там «Кадры гармония», «Полидорсин», «Кадмы гармония», вот эти два, и даже до писем русского путешественника Крамзина, которые так не похожи, даже на романы Хираскова, не говоря уже о переводном романе Тридиковского, и тем не менее что-то, как бы, условно говоря, заимствует из них, по крайней мере, на структурном уровне. Так вот, именно здесь в предисловии к переводному роману была сделана попытка разделить церковно-славянский язык и русский язык светской литературы, и потом, ну, где-то на протяжении столетия русские поэты, а потом и литературные критики будут спорить именно об этом. А как соотносятся эти две сферы, и каковы пределы их взаимодействия, можно ли говорить о едином, так сказать, русско-славянском или славяно-российском, как чаще выражались в те поры языки, и в каком смысле мы употребляем это понятие, и так далее, и тому подобное. Всего этого ему показалось мало. Он испытывает выразительные возможности двух видов словесного искусства, поэзии и прозы. Ну, прозаический роман перебивается стихотворными вставками периодически. Это тоже одна из важных тем русской литературной критики позднейшего времени. И, наконец, он фиксирует возможность русско-французского двуязычия. В приложении к основному тексту переведенного им романа печатается ну, как бы стихи стихи на русском и французском языке. Самароков еще один великий поэт 18 века. С Академией наук связан не был, по крайней мере, непосредственно, хотя участвовал в некоторых условно-академических изданиях. И, кажется, именно он дал первые образцы литературной критики в ее уже более или менее современном понимании. Я назову только несколько статей, не имея возможности их разбирать и даже цитировать. Это критика на оду, это ответ на критику, это показавшаяся многим современникам странная статья о стихотворстве Камчедалов. Ну, какое там у Камчедалов стихотворство никто не знал, естественно, не знал этого и Самароков, но развлекался как мог, ни в чем себе не отказывая. Не буду объяснять, в чем дело, должна же быть и тайна занимательности. Вдруг кто-нибудь откроет эту статью и посмотрит, о чем там говорится. К несмысленным арифмотворцам о стихосложении и что-то я забыл. Да, к типографским наборщикам. Вот этот блок статей, из которого, по-видимому, вырастает все остальное. Но я прошу понять меня правильно. Это не значит, что эпоха трактатов закончилась. Еще Гаврила Романович Державин на старости лет счел необходимым порадовать мир созданием как бы трактата о поэзии чудовищного объема. При его жизни он был напечатан лишь частично. Я имею в виду, конечно, рассуждение о лирической поэзии или о боде. которая печаталась какими-то кусками в чтениях, в журнале чтения в беседе любителей русского слова. Здесь, ну вот теперь, да, обрисовав какую-то систему координат очень бегло, я хотел бы чуть-чуть осложнить эту картинку. Дело в том, что рядом с академической критикой, о которой я упомянул, и с теми авторами, которые вырастают, ну как бы, сочинения которых возрастают на этом поле, рядом с первыми опытами критики журнальной, ну, Самароков печатал некоторые свои статьи в своем же журнале «Трудолюбивая пчела», издававшемся в 1759 году, например, существовали литературные, уже стихотворные формы, в рамках которых обсуждались многие из тех вопросов, которые через несколько десятилетий опять-таки станут достоянием русской литературной критики. Это, например, его же Самарокова «Эпистола о русском языке» и «Эпистола о стихотворстве», но потом они будут объединены с какими-то сокращениями в наставлении о хотящем быть писателем. Или как бы в каком-то смысле знаменитое лиродидактическое послание Николева, после прочтения которого Карамзин откровенно писал своему приятелю Ивану Ивановичу Дмитриеву, что не может спать, потому что так разболелась голова от многословия Николева, что не знает, как прийти в чувства. А рядом со всем этим существуют переводы, ну, оригиналы, кто мог читать на древних языках, да? Ну, конечно, Горация, это послание к Пизонам. И это, как минимум, наука поэзии Буалу, каких-то жестких границ между всеми этими сферами не существовало, скорее, скорее, речь должна идти о постоянном и постоянно действующих механизмах сложного обмена между журнальными статьями, как бы не очень обязательными академическими трактатами как бы производными от них и этими переводами. Я просто назвал два наиболее известных, были и другие, конечно, но кто сейчас вспомнит о таком теоретике поэзии, как вида, но Николев о нем помнит, и он его цитирует, но, правда, переводов не было, это для сильных духом по-настоящему, как бы, но не переводился Готшет практически, за исключением каких-то кусков, но тот же Сумароков его читал, не просто читал, но изучал внимательнейшим образом, а знаменитый курс словесных наук Аббата Баттё читался всеми, даже Державиным, который иностранных языков, откровенно говоря, не знал, но по-немецки как-то делал вид, что читает, и вроде бы курс Аббата Баттё, уже переведенный на немецкий, он сумел осилить, как считается, по крайней мере. Вот примерно эта картинка с теми или иными осложняющими моментами сохраняется до начала 90-х годов, когда и возникает, собственно говоря, литературная критика, уже, так сказать, вполне современного типа и обязанным этим возникновением, как считается и справедливо, Николаю Михайловичу Карамзину, который после возвращения из заграничной поездки, которой мы обязаны письмами русского путешественника, затеял издавать журнал. Это был московский журнал, конечно, и в этом московском журнале как бы печатались рецензии Карамзина, рецензии на отдельные произведения, персональные рецензии, и это было вновь, особенно для не вполне подготовленной к такому чтению московской публики. И это было сложное чтение. Сложные многословные тексты, создававшиеся Карамзином, конечно, были предназначены для всех, кто пожелает почитать московский журнал, то есть не только бедную Лизу оттуда вычитает, но и полюбопытствует, а что это за книжные рецензии такие, и для очень небольшого количества искушенных по-настоящему знатоков это писалось. Чтобы перевести мой рассказ в какой-то более конкретный план, я остановлюсь на одном небольшом кусочке, чтобы мы поняли, что это такое, рецензии Карамзина на относительно недавно выпущенный новиковым роман Херасского Академия Гармония. Здесь как бы нужно сделать одну маленькую оговорку. После того, как Карамзин вернулся из-за граничного путешествия, у него испортились отношения с кружком московских розенкрейцеров, которые усмотрели в его решении издавать журнал некоторую нелепую самонадеянность, как бы были и другие причины для размежевания, но старшее поколение московских масонов Карамзина по до конца неясным причинам поддержало. Несмотря на то, что у них, напоминают начало 1991-го, это уже по полной программе идет следствие, инициированное Екатериной Второй именно, результатом которого будет разгром московских розенкрейцеров. Пока еще никто не знает, чем закончится, но все уже прикидывают. Ну, чтобы была понятна атмосфера, которая царила, так сказать, атмосфера ожиданий в обществе, напомню, что московским главнокомандующим был назначен некто князь Прозоровский, боевой генерал, который явился к матушке государыне отрапортовал и заявил, матушка, вот прикажите, я их из пушек расстреливать буду. Ну, Екатерина Вторая была женщина умная, она испугалась, потому что никого из пушек она расстреливать не собиралась. Успокоила князя Прозоровского, уверила его в том, что это не понадобится, проявите человеколюбие, говорила государыня, а князь Прозоровский, сыграв дурачка, удалился, крайне довольный собой, потому что не он призвал человеколюбие, а выстрелил беседу так, что о человеколюбии заговорила императрица. Он, разумеется, стрелять в кого бы то ни было не собирался. Таким образом, ситуация несколько сгладилась, но только несколько. Итак, вот довольно странный кусок, который без комментариев, боюсь, нам трудно будет прочесть из рецензии Карамзина на роман Хераскова. Почтенный автор в предисловии своем говорит, что кадм его есть не поэма, а простая повесть. Но когда повесть есть не история, а вымысел, то она, кажется, есть поэма. Вы что-нибудь подобное слышали? Эпическая или нет, но все поэма. стихами или прозу писанная. Но все поэма, которая по общепринятому понятию на других языках, каких? Означает всякое творение вообразительной силы. Таким образом, комедия-роман есть поэма. Да, коллеги? Ну, если мы поднапряжемся, то самое большее, что мы, скорее всего, вспомним, это странный подзаголовок сочинения некоего Гоголя Н.В. «Мертвые души поэма». Поэма в прозе. Какой именно традиции он адресуется, мы точно не знаем, но все-таки мы помним, что единственной книгой печатной, которая была в Доме родителей, был роман Хераско «Авокадом и гармония». Все остальное обралось по соседству. Библиотека Гоголя сводилась к этому изданию. Ну так о чем же говорит Карамзин, обыгрывающий странным образом семантическую смежность, очень условную понятие эпос, повесть, поэма, понимая, что у него есть какие-то основания в этом опереться на традицию. Об этой традиции я говорить специально не буду, это увело бы меня далеко в сторону. Другое дело, что отказ от признания иерархии поэзии и прозы все поэма стихами или прозой описанное мог восприниматься как существенно менее тривиальный, хотя и не вполне оригинальный. Мы же видели, что он учитывает предисловия Хераско к его роману. Да? Но гораздо важнее, что отказ этот соответствует логике самого Карамзина. Если в качестве базового выдвигается разграничение истории и вымысла, он же с этого начал. Противопоставление поэзии и прозы на этом смысловом уровне неизбежно предстает как второстепенное. Все вымысел. А что вымысел, то поэзия. Если же иметь, ну, об этом может догадаться любой сообразительный читатель. Да? А знаток вопроса, в особенности та часть московской аудитории Карамзина, о которой я упомянул, то есть розенклейцерский кружок, будет читать это совершенно иначе. Он будет это читать, имея в виду широко известные в этом узком кругу рассуждения Сен-Мартена об умственных произведениях, я имею в виду, конечно, сверхпопулярную масонскую аудиторию, книгу Сен-Мартена о заблуждениях истине. Сен-Мартен, он же неизвестный философ, как он обычно подписывал свои сочинения. Все произведения, какого рода они ни были, я читаю, цитирую Сен-Мартена по Новиковскому изданию, мы можем разделить на два отделения, потому что во всем, что существует, есть или умное, или чувственное, и все, что человек может произвести, имеет цель какой-нибудь из них двух частей. В самом деле, все, что люди ежедневно выдумывают и производят в всем роде, состоит в том, чтобы научить или тронуть, рассуждать или возбуждать чувствительность. К первому отделению отнесем все творения рассудка, ко второму отделению отнесем все то, что имеет цель сделать впечатление в сердце человеческом, какого бы роду они ни были. Хотя на два отделения расположил я словесные произведения умных способностей человека, не забываю, что они имеют многие ветви разделения, но не вступаю в исчисление их. Мы можем взять в рассуждение главную только ветвь математику или поэзию. Язык поэзии не зависит от тех общеупотребительных правил, в которых у разных народов усвоились люди заключать свои мысли. Кому неизвестно, что сие есть следствие ослепления их, что они вздумали этим средством умножить красоты, а вместо того отяготили себя трудом, и что сие чрезмерные наблюдения правил, которым порабощают нас намерений тронуть телесную нашу чувствительность, тем паче умаляет истинную нашу чувствительность, то есть не телесную, а душевную, или, извините за выражение, духовную. Как бы так задолго до романтизма, но ведь романтизм же должен у нас требовать отмены всех правил. Карамзин, а до него Сен-Мартен в книге о заблуждениях и истины, которую кусками в московском кругу знали наизусть, сформулировал этот принцип. Он не отменяет правила, но он отодвигает их в сторону, как нечто существенно менее значимое на фоне того, о чем он говорит. Ну вот как бы из чего исходит Карамзин. Но исходит он не только из этого. Если мы захотим сделать следующий шаг, как бы нам придется вернуться к понятию вообразительной силы. А что это, собственно говоря, такое? Был такой магазин в значении журнал «Свободно каменщический» и издавал его один из теоретиков русского розыгрейцевства князь Иван Владимирович Лопухин. И здесь говорится нечто может быть и более существенное. Человеки, существа чувствительные, допускающие управлять собой посредством живых впечатлений вообразительной силы лучше, нежели посредством хладных заключений рассудка. Итак, если вы хотите воздействовать на человека, но Лопухин пишет прямо «управлять», да, то рассудок вам не лучший помощник, а лучшим будет он вообразительная сила, которая находится за пределами рационального. Если вы думаете, что это последний этаж смыслов, с которыми может играть Николай Михайлович Карамзин, то это не так. Просто я здесь останавливаюсь, потому что мне достаточно этой иллюстрации. На самом деле можно идти дальше. Карамзин не то, чтобы становиться достоянием прошлого. У него целый кружок почитателей, но наступает 1803 год, Александр Семенович Шишков издает свой знаменитый трактат, посвященный церковно-славянскому языку и его значению в культуре. И вокруг этого трактата рассуждение о новом слове российского языка, называется трактат, потом будет прибавление к нему, разгорается нешуточная полемика, в которой участвуют и петербургские некоторые, и московские журналисты, литературные критики и так далее и тому подобное. И эта полемика довольно многое обуславливает в русской литературе и в русской литературной жизни вплоть до арзамасских развлечений. Все слышали естественно о литературном обществе Арзамас или новое арзамасское общество безвестных людей, если воспользоваться как бы полным вариантом названия, в котором состоял и некто Сверчок, юный Александр Сергеевич Пушкин, принятый заочно, Жуковский, Вяземский, Уваров и так далее и тому подобное. Потом был еще целый ряд полемик, ну, например, полемика о гексаметре, когда Николай Иванович Гнедич в какой-то момент отложил свой перевод начатый вполне серьезно «Илиады», выполненный Александринами, Александрийским стихом, и признал правоту тех, но прежде всего Сергия Семеновича Уварова, кто утверждал, что «Илиаду» должны переводить гексаметром. В этот момент вдруг оживает давно забытая телемахида Тридьяковского, который первым пришел к соответствующему выводу. А потом была занявшая несколько лет полемика бурная между Гнедичем и Василием Васильевичем Капнистом, а нужно понимать, что Капнист это просто державенский кружок, а державенский кружок поздний это прежде всего беседа любителей русского слова. Как бы литературная жизнь все время обрастает новыми подробностями, усложняется. Одна полемика ведет за собой другую. И в какой-то момент русская литературная критика начинает вести борьбу за писателей прошлого. Имени Маломоносова клянутся или по крайней мере аргументируют свои позиции. И так называемые беседчики словечко запущенное кем-то в советскую эпоху до сих пор по-моему не может сгинуть из учебников. То есть участники беседолюбителей русского слова. И Арзамасы. И мало того некто Василий Андреевич Жуковский вдруг разражается статьей о сатире и сатирах Кантемира. Кому он нужен? Вроде бы давно забыт. И пишет ну конечно он пишет о сатире он пишет о Горация и Ювенале соотносит с Горацией и Ювеналом этого Кантемира и так далее. Но главное что он делает он объясняет Урби Торби что Кантемир современный писатель. И что он возможен и в каком-то смысле нужен здесь и сейчас. Это 1810 год вестник Европы. Проходит 6 лет и в 16 году некто Константин Николаевич Батюшков связанный разумеется с Жуковским и еще отнюдь не сошедший с ума это будет не так уж и скоро как бы пишет статью «Вечер у Кантемира». И выясняется что мало того что это ну условно говоря о Ленинско-Уваровский Арзамасский круг Жуковский как бы Батюшков имели к нему непосредственное отношение естественно как бы считает Ломоносова непревзойденным. Он пытается присвоить себе и Кантемира а это просто как бы начало русской литературы 18 века как будто бы забвенной но она начинает возрождаться на каких-то новых основаниях. Ну а теперь я хотел бы вернуться к началу своего взволнованного монолога к точнее к одному из имен которые уже прозвучало это было имя Александра Сергеевича Пушкина и вот чтобы закончить лекцию демонстрации некоторого подхода к материалу который был выдвинут на исключительно высоком культурном уровне это уровень Пушкина да что собственно там могло быть выше не очень понятно я попробую обсудить его литературную позицию оформленную в целом ряде набросков большая часть которых не была опубликована печатается под редакторскими заглавиями и так далее и так далее но мы все привыкли говорить о романтизме и классицизме не правда ли и мы помним что сначала классицизм потом романтизм русская литературная эволюция это переход от романтизма то есть от классицизма к романтизму и именно об этом говорит нам русская критика ну предположим наступает какой-нибудь там 1824 год когда некто князь Петр Андреевич Вяземский издает со своим обширным предисловием поэму Пушкина Бахчисарайский фонтан вокруг этого предисловия начинается яростная журнальная война с Вяземским который так сказать противопоставил классицизму со знаком минус романтизм со знаком плюс возражает некто Михаил Александрович Дмитриев в журнале у Жени Крамзина и Жуковского вестник Европы как бы полемика идет сразу по нескольким направлениям Пушкин вынужденно печатно солидаризируется с Вяземским ну как бы он мог с ним не солидаризироваться но в частном письме говорит довольно странную вещь поблагодарив Вяземского он как бы невзначай вопрошает ну а где у нас толпы классические то есть он мягко более или менее говорит своему приятелю старшему о том что его конструкция не работает потому потому что классицизма как такового в русской литературе нет и в следующем 1825 году Пушкин набрасывает свои заметки о поэзии романтической и классической в результате получается примерно следующее как бы ну он предлагает рассматривать проблему классицизма и романтизм в категориях истории форм ну все очень просто с этой точки зрения классицизм это древние формы то есть формы известные древним романтизм это новые формы то есть те которых древних которых древние не знали плюс модифицированные древние понятна позиция ну соответствующим образом очень быстро выясняется что тот классицизм который оформился в 18 веке там кого-то ассоциируется с веком просвещения не важно да не имеет никакого отношения как бы к тому классицизму который с точки зрения Пушкина есть будущее русской литературы понимаете не прошлое а будущее потому что вот этого классицизма вот этих древних форм русская литература пока не знает с точки зрения Пушкина сделаны какие-то первые шаги по направлению к нему да ну скажем как бы в ряду поэтов которые к нему стремились он рад видеть Дельвига с его идиллиями кто на снегу возрастил феокритовой нежной розы Боротынского да с его элегиями Гнедича которому он ну в частном письме напишет о том что его перевод Илиады станет первым классическим подвигом истинно классическим подвигом в нашем Отечестве а первым романтиком который проделал ну некий путь я позволю себе испортить еще одну страницу этого устройства проделал этот путь от романтизма к классицизму он назовет Павла Александровича Катенина Катенина при этом конечно он примеряет эту возможность к самому себе ну там как бы короткий поздний цикл подражания древним здесь можно назвать там стихотворение из Ксенофана Клафонского который подробно разбирал некогда Михаил Леонидович Гаспаров и этого статья многократно перепечатывалась вполне доступно желающие могут посмотреть и некоторые другие вещи что же такое классицизм 18 века как бы по с точки зрения Пушкина это примерно следующее великие поэты французского 18 века ну с которыми он как-то готов соотносить Вольтера ну с некоторой долей условностей как бы не породили достойных последователей потом во французской литературе последовало обрушение ну в сторону Мадам де Жан-Лис или Дара или кого-нибудь еще не важно то есть в сторону писателей которых Александр Сергеевич Пушкин добродушно уподобляет жалким грибам которые выросли у подножия дубов и вот русская литература 18 века в значительной ее части возникает как подражание этим жалким грибам с его точки зрения и этим измеряется ее ничтожество как же выходить из ситуации вариант первый уже нами обозначенный нужно осваивать древние формы то есть заниматься созданием истинного классицизма вариант второй нужно заняться модификацией но там где это возможно так называемого классицизма нет не туда показываю виноват так называемого русского классицизма 18 века но хотя бы по той модели новые узоры по старой конве которые подробно обсуждал когда-то Виктор Владимирович Виноградов в книге стель Пушкина это как минимум слабая предсказуемость этой модели и этой постановки вопроса да даже в Пушкинском кругу должна была породить ну некоторое колебание скажем так но во-первых он этого не напечатал при жизни а во-вторых занялся тем что ну помимо всего прочего да я не могу сейчас рассказывать о том обсуждать вопрос о том в какой мере скажем капитанская дочка возникает в порядке следования вот этой поэтики новые узоры по старой конве как бы в какой мере она включает опыт русского классицизма восемнадцатого века включает в очень большое конечно но просто это зафиксируем и достроим пушкинскую модель потому что кроме один-два кроме во-первых и во-вторых было еще в третьих и вот этим в третьих я позволю себе закончить свое выступление дело в том что падение французской литературы обрушение наследия великих поэтов семнадцатого века Россина Корнеля как бы Мольера имела еще одно последствие впадая в ничтожество французская литература и кстати говоря не только она но в какой-то мере и итальянская и даже английская которую он впрочем рассматривает несколько особняком вынесла за скобки как бы отказалась как Италия от величайших шедевров романтической литературы но прежде всего это относится к Данте и вот когда мы начинаем смотреть что такое пушкинский современник у нас невзначай получается приблизительно следующая схема как бы в числе новых лиц их там вообще немного или относительно новых лиц по крайней мере для пушкинского окружения появляется во-первых Гоголь и во-вторых Тютчев появляются они не только по инициативе Пушкина я сейчас не буду обсуждать старый вопрос об отношениях Пушкина к Тютчеву и так далее и тому подобное как бы рядом с ними возникает старшее поколение это Вяземский который печатает в современнике огромную статью о ревизоре и это Жуковский который проявляет неподдельный интерес к Тютчеву при этом с Гоголем в конце концов тот же Вяземский свяжет тему Данте ну я полагаю всем известно что именно Вяземский впервые высказал предположение что как бы структура мертвых душ план мертвых душ трехтомная эта конструкция ориентирована на божественную комедию правда это будет позже уже после смерти Пушкина а с Тютчевым со стихотворениями присланными из Германии так называлась его подборка неизбежно связывается Геоте и вот в рамках этой конструкции прошу оценить уровень претензий и в порядке обсуждения ну как бы заявленного в третьих да вырисовывается ну некий предельный уровень развития европейских литератур где найдет себе место как бы Данте и Гете как важнейшие ориентиры и рядом с формированием как бы русской литературы как литературы древних форм а рядом с разного рода модификациями того что мы привыкли называть классицизмом 18 века должно возникнуть нечто иное выводящее на уровень высших достижений европейских литератур числящихся главным образом по крайней мере божественной комедии и фауст по ведомству романтизма впрочем в скобках как бы мы можем конечно мы даже должны наверное зафиксировать в связи с Гёте этот феномен веймарского классицизма который тоже был совершенно не случайен и конечно мы все понимаем что великий Гёте был способен на сложнейший синтез и стремился к нему вот примерно то к чему подошла пушкинская эпоха по крайней мере на уровне проекта современник и во что трансформировались ну развлечения академических и иных литературных критиков 18-го столетия я на этом заканчиваю благодарю за внимание если